Вернемся к темам, которые еще замалчивали на прошлой неделе средства массовой информации, а это пересечение линии зоны АТО. По большому счету это очень важный момент, и, например, если брать освещение этого ранее, этой темы, то получается некое такое издевательство над гражданами Украины, когда им заставляют проходить какие-то невероятные процедуры, стоять по суткам, двое в очередях, для того, чтобы просто пройти вот этот пункт пропуска. И таким образом получается... То есть эти тему не освещали телеканалу? Да, мы проанализировали в течение недели, эта тема вообще не фигурировала в новостях. Хотя, в принципе, это очень важный вопрос, который касается многих сотен тысяч граждан Украины. Да, он важный, но он работает... Вот мы возвращаемся к тому, с чего начали ли беседу, с базовой установки. Базовая установка, которая идет на телеканалах, независимо от того, говорят они о сумочке жены Порошенко, либо не говорят о сумочке жены Порошенко. То есть вот раздел идет по сумочке. Ну, по сумочкам, там еще по каким-то моментам, нужно ли, допустим, герой или не герой, тот, кто кинул гранату, у нас гвардейцы, тоже об этом идет интересная дискуссия. Так вот, вне зависимости от того, по какую сторону стоят телеканалы, в обоих лагерях есть достаточно жесткая установка. Не вызывать у зрителей сочувствие тем людям, которые живут в этих самопроволошенных республиках. То есть они их сознательно идентифицируют как врагов? Ну, а смотрится, если это провоцирует гражданский конфликт? Ну, по крайней мере, они людей, которые страдают из-за каких-то мер, предпринятых украинским государством. Вот это вот очень важно, да, чтобы люди не думали, не связывали страдания этого народа. Да, его можно показывать со страдания тех людей, кто живет в Донецке, в Краснодоне, там, или в Снежном, или еще где-то. Для того, чтобы показать, смотрите, что сделали. Да, но ни в коем случае нельзя, чтобы у людей зародилось мысль, что это как-то может быть обусловлено теми мерами, которые подпоминает сама Украина. Вот это вот очень важный момент, и он очень четко везде выдерживается. Поэтому тут ничего удивительного нет, что такая тема не освещается. Да, можно и прицепить, например, жизнь пенсионеров и бюджетников, которые живут в Донецке, по сути, это тема вообще как будто бы на средства массовой информации. Да, это все то же самое. Более того, вот я говорю, что идет дискуссия, но она может быть идти и по этому поводу, но она идет, вот если посмотреть там тот же Фейсбук, она идет на тему, что там один лагерь говорит, да вообще нужно, пусть они там все подохнут, эти старики там, вата это, кому они вообще нужны, меньше будут голосовать за какие-то неправильные оппозиционные партии. А другие говорят, нет, ну так нельзя, ну в принципе, конечно же, это наши граждане, но с другой стороны, пока террористы, мы ничего им никак помочь не можем. Поэтому, ну вот так вот, пусть они на себе почувствуют, что очень плохо жить при террористах, это не изменит свое отношение к Украине. То есть и те, и другие, они выступают как бы за блокаду, за жесткие меры в отношении, которые сказываются в том числе и на мирных гражданах, которые живут на этих территориях, но одни предлагают в этом честно признаться, а другие говорят, что честно признаваться в этом не надо, нужно как-то вот это облечь так, чтобы все думали, что мы заботимся, а все страдания из-за террористов, из-за этих всех там сепаратистов, которые захватили власть в этих регионах. И Украина за это несет никакой ответственности. Ну я думаю, таким образом все равно вводится табулированная тема, которая вводится как бы установкой на нее «не говори», и таким образом все средства массовой информации ей следуют. Потому что, например, если брать многих блогеров, то они все-таки пробивают эту информационную блокаду. Давайте говорить не о всех средствах массовой информации, давайте говорить о крупнейших средствах массовой информации. Потому что средств массовой информации очень много. То есть мы, 17 канал, где мы сейчас присутствуем, тоже средства массовой информации, он говорит об этих темах. Согласен, да.